И снова здорово! С вами Олег Алабудвин. Мы проходим специальный мануальный массаж в школе нашей Академии Телесно-Адитетных Практик. Вот сейчас мы перешли к сету номер 3 кулачковой техники. То есть до этого мы уже растерли человека, согрели его, размяли. И теперь более глубокая проработка кулачками. Плечо-лопаточная зона, вся спина целиком и крестец и ягодица. Вот сейчас мы это все рассмотрим. Работают у нас все костяшки. Вот эти, вот эти, вот эти. Про приемы прямо по ходу дела расскажу. Значит, вот мы закончили последнее движение вот до сюда. В предыдущем, да, пальцем мы проверили. Первое глубокое проникновение в глубокие мило мышцы. И теперь кошечка подгибает когти так, чтобы вот тут была такая блюдечка, да, чтобы не выпирали пальцы наши. Пальцем будет больнее. Поэтому вот так вот мягко захватываем. Иногда вот этими костяшками будем работать, а иногда вот ладошкой. И превращаемся в шестеренку. Техника шестеренки. Всю лопаточную, плечо-лопаточную зону разминаем. Вот. Потом техника шестеренки вот так друг на друга. Видите, как будто бы между шестеренок заживала ткань какую-то. руки работы всегда друг против друга и 3 поднимаем лопатку три зоны подъема раз-два-три раз-два-три его весь как хорошо лопаточка ходит такая весь плюхается на стол если она не отрывается стала это признать того что передние мышцы например мало грудная мышца передняя дельта видно они перена перенатянута укорочены плечи вперед разворачиваются для нас очень видите все хорошо у человека и теперь поднимаем снизу и вот так растрясли ее и она плюхнулась на стол растрясли плюхнулась перекатываем из руки в руку перекидываем как бы так раз и она плюхается далее двойной кольцевой захват только лапа леопарда пожестче работам достаточно жестко и глубоко один проход второй проход вот видите и хаотично можно покрутить мышцы захватываем где захватывается можно так растянуть соединить в общем все так вот хаотично главное чтобы все намесить как тесто до чтобы она вот приобрела такой здоровый румянец видите покраснение пошло но это еще слабенькое покрасение сейчас она усилится за счет того что делаем метелку эта техника инь-янь это инская сторона ладони это я низкая это горячая это холодная чувствуешь сразу с утяжелением рука переходит в лапу леопарда и мы растираем вот всю спину сягодицы все целиком растирание же более глубокая ведь какое покраснение хорошая здоровая подтянули трапецию на себя еще раз натянули трапецию и пошли разрезать эти мышцы вот такой вибрации прямо кулаком ты всем костяшками терпимо нормально так надо расслабляться главное расслабиться да по напряженным мышцам всегда предупреждать что по напряженным мышцам будет только больнее поэтому расслабляйтесь особенно когда чувствуете боль если кто не терпит да можно вот так поместить кулак да так будет мягче вот кулак проходит хорошо вот до лопатки видите от остистых отростков до лопатки он хорошо проникает потому что если костяшками по костям вести вот тут или вот тут будет болезненно у женщин это расстояние как правило короче вот такое тогда можно вот так вот поставить не так вот так вот таким способом пройти опять же захватываем трапецию мы будем часто возвращаться и поднимаем ее вверх теперь это все было вдоль мышцы теперь поперек мышц кулаками отодвигаем вот эту большую пару собрали нужно чтобы она вот так позвоночника отлипла эта техника называется ключи открывают шлюзы как ключики ведь повернули открыли прошли большой палец нас не интересует данном случае просто клавим всего можно оставить дальше открыли шлюз уже и потекла вода на самом деле это идет слив лимфы в нашей отработанной зоной открыли шлюз потекла вода крышусь потекла вода возвращаемся зажав позвоночник прямо кулачком вот этим да вот у нас есть отростки мы их вот так зажали большим пальцем с той стороны вот с противоположной и расшатали в обратную сторону врезали сустав ппс это между так . и вот этой его хорошо видно вот здесь вот пояснично-поздушный сустав дальше будет интересовать кпс кисцово-поздушный сустав не путайте с кпсс вот он буквально вот это вот два пальца еле вмещаются сюда вот коротенький совсем и кстати про него очень редко кто вообще говорит и делает вот прямо туда вот загоняем как бы энергию опускаем мышцы разминаем если там жесткий да то можно вот вставить пальчик и простучать его прям не больно если вот так больно до пальцем то можно вот так палец поставить и по своему суставу стучим так и начинаем обрабатывать вот крестец идет у него тоже естественно отростки восьмерочки между ними потому что на сами отростки бывают больно по костям до сюда больно а вот тут все таки слой мяса идет две такие полоски мяса в ассасины доходим до окончания крестца и тут . такая прижимаемые методом шатсу вниз дальше на копчик и также методом шатсу вниз прожимаем вот обратите внимание где мы это делаем вот это вот ппс вот два пальца вставляется да это кпс сустав вот они ассисты отростки у крестца вот тут ямочка такая где она заканчивается вот . 1 2 где вот копчик соединяется вот вторая . тут место выхода нервов весь там от щель вот оттуда они прям выходят эти нервы здесь нервные крышки выходят вот из четырех отверстий значит идем в обратную сторону прожимаем эти четыре отверстия возвращаемся к ппс опять еще раз сначала показываю проработали вот этот сустав массировали все вот эти вот мышцы нажали где вот такая ямочка там копчик соединяется и назад вот бугорок есть это тазовая кость а за бугорком с этой стороны буквально сантиметрик вот и есть выход этих нервных крышков они примерно там вы нащупаете промка через мизинчик так просто проходим они вот тут раз два три 4 вот ппс опять проработали и дальше вот у нас ягодичные мышцы визуально заканчивается здесь но не обманывайтесь сама тазовая кость заканчивается выше вот примерно где-то 35 сантиметров мужчина женщин вообще 8 10 сантиметров вот настолько может тазовая кость идти по диагонали она идет да она разделяет эти мышцы нижней конечности и мышцы верхней части корпуса вот это разделительный не значит по мышцам здесь мы идем прорабатываем как угодно я вот палец просто вставляю один вот так вот можно вот так можно просто пальчиками можно кулачком потом сама подвздошную кость и мышцы крепящиеся сверху ну там квадратные косые широчайшая мышцы там все будут участвовать и сразу вот мы перешли на ягодицу до вставили в ппс палец один и второй этот метод в куриной лапки вот так вот руки должны расходиться в сторону расширяться видите то есть большой палец идет не в не в бок а назад как у курицы у других всех птиц есть вот такой задний кого-то еще если помните поэтому кстати у них четыре пальца сюда у всех птиц впереди о 4 4 когтя вот эта рука отжимает короткое движение мышцы крепящиеся ягодичные сверху от подвздошной кости а это рука отжимает от крестца крепящиеся мышцы не сюда мы идем и к ягодице вот и таким образом видите у нас вот эти пальчики большие они ныряют один под другой очень уникальная техника отметили наши друзья и ученики потому что мы тут заодно видите этот сустав ппс и тут же как кстати и параллельно брали мышцы крепится и квадратные проработан одним пальцем параллельно а другим перпендикулярно видите еще раз обратите внимание и пошли по всей ягодицы доверьте на большой кости потому что там крепится все ягодичные мышцы развернули корпус сделали фиксацию в тазовую кость можно в бедренную кость куда хотите где в тазовую например не в мясо а именно в кость нужно фиксацию сделать это рукой отвертила ну как бы прицелились да как к цин циркулем и три дуги рисуем по месту крепления здесь по центру мышц и по месту крепления здесь мышц мышцы растут вот так верно кстати любопытное замечание если вот так сюда поставить руку да и расставить пальцы как раз они попадают на это вот крепится здесь грушевидная мышца вот она получается зажатыми пальцем это крепление большой ягодичной мышцы это крепление мало ягодичной мышцы это крепление ой средний а это мало ягодичной мышцы плюс вот отверстие они прямо вот так располагаются то есть фактически рука человека для нас является проекцией вот этих вот мышц и начинаем их хаотично разминать хаотично это не значит что мы все одно и то же делаем да а вот мы растянули мышцы сжали растянули сжали покрутили вот так вот до спирали видно по диагонали по всякому все стороны их разжали растянули сложили а будто вот пекарь и 10 место видеть тесто теперь ставим сюда упор и пошли три прохода раз медленно шестеренки два прохода три прохода теперь кулачком достаточно жестко раз два три что было еще жестче видите я оба локтя расставил в сторону чтобы вот так вот на сжатие работать вот видите человек у него здоровая ягодицы здоровые мышцы он даже не никакой не испытывает боли неудобства да те у кого что-то больно будет да он будет ставать кричать и мышцы будут натянута как струнка пальчика будто мы через ее вот так проходим вставляете тогда это нам сигнал отдельно проработать с этой мышцей но уже другими методами другими способами и теперь вдоль этих мышц мы с вибрацией растрясаем вот так вот растрясаем четыре прохода идем до крестца крестец растрясаем его можно пробить немножко растрясаем и идем по позвоночнику только если здесь мы могли костяшками идти да то дошли до 4 или 5 из 4 1 5 с 1 уже захожу заговариваться к вечеру начал то тут по костям будет больно костями да поэтому сплющиваем наш кулак да я чисто отростки они идут вот между вот этими косточками либо между этими вот растрясаем его туда а теперь вот все диски которые здесь находятся дамы как бы сжимаем растягиваем жимаем растягиваем а верхней декомпрессируем уперлись в кость именно и здесь в кость и растянули раз два три четыре ну до куда идется потому что дальше скат пошел дальше уже не будет растяжки то же самое движение в принципе вот мы просто кулачковой техники используем вот и до потом переходим другим коктевым техникам а так можно в принципе то же самое делать и вот таким методом вот таким это может прохрустеть так и заканчиваем наши кулачковой техники тем что спускаемся с крестца захватываем остистые позвонки отростки вот этим костяшками вот этими двумя пальцами сверху накладываем утяжеление и раскачиваем растряса его прямо глубоко серьезно и все растрясли вот так далее мы перейдем к активным техникам называется нож ходит в масло разрезая верхнюю часть туловище от нижней но об этом в следующем нашем сайте с вами был сет номер три кулачковой техники а дальше будут локтевые техники подписывайтесь на наш канал олег